рецепт сациви здравствуйте сегодня мы с вами приготовим соус сациви сациви это грузинский соус на основе грецких орехов соусом сациви обычно подают либо птицу либо рыбу ну как-то считается более классически это курица под соусом сациви хотя даже в грузии готовят не только курицу под соусом сациви но также и индейку и сосарку идут даже споры что более традиционно мы будем готовить курицу для этого мы возьмем саму курицу сразу я сделаю на части чтобы проще говорить отдельно грудку возьмем кастрюлю и уложим в нее наши куски курицы морковь и лавровый лист можно еще также уложить немножко стеблей кинза если есть большие стебли это замечательно как остальное зеленое пригодится для непосредственно соуса сациви вот теперь мы это все заливаем водой солим и ставим на огонь соли на такую курицу это курица порядка двух килограмм но понадобится наверное где-то столовая ложка я думаю соли сюда хватит добавим еще немножечко сюда хмели сунели набираем воды ставим на медленный огонь не забываем снимать пенку и варим на медленном огне где-то в районе часа ну вот курица у нас уже стоит на огне приступаем приготовление непосредственно самого соуса сациви для этого примерно пол килограмма очищенной грецких орехов засыпаем в комбайн нам надо смолоть очень-очень мелко получилось вот такая вот мука из орехов высыпаем в костюмку не советую орехи молоть на мясорубке у них почему-то появляется довольно-таки неприятный привкус если нет кухарного комбайна орехи можно подсушить в духовке и растереть в ступке какая мука получилась из орехов отлично теперь мы добавим в орехи где-то пол чайной ложки хмели сунели пол чайной ложки кавказского шафрана пол чайной ложки хмели сунели немного острого перца это жгучий перец чили перемешаю хорошенько специи я говорю приблизительно добавляйте их по своему вкусу давайте сразу нарежем зелень которая у нас тоже пойдет для соуса зелень постараемся порезать мелко если не получится сильно мелко уже не беда оставшийся небольшой пучочек мы добавим в кастрюлю в бульон в котором варится у нас курица так давайте почистим сразу приготовим чеснок у нас тоже пойдет в соус непосредственно и натрем чеснок на терке на не крупной терке это терка для сыра извините я не левша мне неудобно терять другой рукой чеснок у нас натёрт большой кусочек оставшиеся хвостики от чеснока и так как чеснок у нас молодой вот эти вот шкурочки от чеснока мы все это тоже добавим сейчас в бульон к курице также давайте сразу делим желтки от белков нам понадобится два куриных яйца аккуратных разбиваем разламываем вот так и отделяем желток отдельно развалился но ничего страшного мы используем только желтки белки нам не нужны так ну все для соуса у нас готово ну вот прошел час наша курочка сварилась выключаем ее теперь надо ее вытащить чтобы она остывала все курочку мы вытащим пусть остывает когда он остынет мы разберем на порционные куски теперь значит будем готовить непосредственно сам соус со циви добавим в орехи наши со специями половину где-то чеснока который мы потерли и все желтки теперь начинаем это хорошо перетирать наши желтки теперь начинаем по чуть добавлять бульон добавляем по чуть и перемешиваем а нам нужно вымешать до консистенции жидкой сметаны поэтому сразу много бульон не добавляйте по чуть-чуть чтобы тоже не добавить слишком много вот такая становится смесь она белее разжижается если у вас попадаются сильно большие комочки надо будет пропустить через сито протереть несколько раз по консистенции примерно вот такую делаем вот видите как жидкая сметана потому что она еще загустеет давайте пропустим разочек через сито посмотрим и перетираем можно конечно через сито не перетирать но так мы отсеиваем все большие кусочки если не дай бог попалась ореховая скорлупа и делаем наш социли гораздо нежным более нежным посмотрите как получился жидкий нежный социли теперь нам надо его довести до кипения поджигаем давним огонь начинаем его по чуть-чуть помешивать чтобы он не пригорел как только вы видите что появляются первые пузырьки вот они уже начали проявляться и еще чуть-чуть буквально минутку и выключаем все выключаем теперь добавляем сюда оставшийся чеснок все-таки уже что мы порезали хорошенько перемешиваем ждем теперь покраски наша курица ну вот наша курица остыла сделаем из нее порционные кусочки поудаляем кости по возможности мясо можно от костей и не отделять это сациви для более ленивых и заливаем это теперь все нашим соусом сациви теперь нам надо перемешать курицу в соусе и дать настояться в холодильнике настояться лучше подольше часов не меньше пяти чтобы оно хорошо все пропиталось подается это блюдо холодным если кто захочет разогреть в принципе тоже получается неплохо приятного аппетита так вот все все все